Господин Уэй, мы выяснили, где находится Джан, кормилица Мужун Джувань. Наши люди готовы забрать ее в любой момент. Кажется, Су и ее низкая служанка скоро умрут. У меня есть для тебя еще одно дело, подойди ближе. Когда найдешь повитуху, ты знаешь, что заставит ее сказать, верно? Не забудь захватить побольше денег. Когда дело будет сделано, ты знаешь, что делать дальше. Понял. Джувань, 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 Джувань. Джувань, проснись. Смотри, мы богаты. Деньги. Мы богаты. Мы богаты? Слушай, ты потрясающая. Романы просто разлетаются. Поклонники ждут. Когда будет следующая глава? Сейчас. Сейчас. Только что нарисовано. Иди и напечатай 2000 копий. Я хочу быстро захватить рынок. Ладно. Погоди, Бао. Разделим деньги поровну. Купи что-нибудь вкусненькое. Я впервые в жизни получил так много денег. Ты такая добрая. Иди скорее. Хотите что-то? Нет, спасибо. Ладно. Господин, свежие паровые булочки. Вот. Молодой господин, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Это семья Мужун. Они это сделали. Скажи мне, что ты знаешь об этом дне? Я вам расскажу. Я вам расскажу. Перед тем, как госпожа родила, я обнаружила, что ребенок слишком большой. Я боялась, что у нее будут трудные роды, поэтому я приказала заранее приготовить лекарства. Госпожа и правда трудно рожала. После того, как она приняла лекарства, ей не только не стало лучше, но у нее началось кровотечение. Госпожа родила вас на последнем вздохе и затем скончалась. Я боялась, что меня обвинят в смерти госпожи, поэтому я хотела скорее сбежать. Но внезапно услышала разговор в кухне между служанкой, которая готовила лекарства, и человеком в черном. Человек в черном был из людей семьи Мужун. Он приказал служанке насыпать много шафрана в лекарства госпожи, чтобы госпожа истекла кровью. Как ты узнала, что это человек семьи Мужун? Я подслушала кое-что насчет семьи Мужун. Зачем они навредили моей матери? Я полагаю, они боялись, что госпожа родит наследника, и это повлияет на статус семьи Мужун как главы Дзянху, поэтому они сговорились убить госпожу и вас. Я знала, что это важное дело. Никто бы не поверил. Поэтому я сбежала. После я выживала, скрывая свою личность. Молодой господин. То, что я сказала, это правда. Молодой господин, она... Отпусти ее. Господин, проводи ее. Слушаюсь. Идем. Семья Мужун. Абао, почему ты еще здесь? Не расслабляйся, лишь потому, что заработал много денег. Много читателей ждут от нас продолжения. Нужно ковать железо, пока горячо. Я тоже хочу. Дайте мне одну. Дамы, успокойтесь, не толкайтесь. От какого романа? Люди так сходят с ума. Дай мне. Красивая и нежная. Не меньше 99 за комплект. Дай мне. Не хватай. Ваша. Мужун. Нежный. Персиковый цвет. Красная роза. Нежный Мужун. Одетый светлый легкий шелк. Со щеками, алыми как розы. Сказал людям, стоявшим рядом с ним. Не жалейте меня лишь от того, что я нежный цветок. Расстань сплошное окружение. Я убью эту низкую служанку. Молодой господин. Молодой господин. Молодой господин. Так это ты. Нет, не я. Не я. Мне было интересно, почему у тебя такие знакомые глаза? Я тут убираюсь. Я пришла убраться под кроватью. Значит, в тот день в гостинице воришкой вломившимся в мою комнату была ты. Не забудь, что сказала твоя матушка. Тебе нельзя меня убивать. Даже если явится небесный император, он тебя не спасет. Я так сказал. Беги. Сбежать хочешь? Ты меня ударишь? Я тебя убью. Ачун, что ты делаешь? Нет, нет. Нет, Хун. Хун. Это не то, что ты увидел. Мужунчун. Я и правда не ожидала, что ты такой человек. Господин Фу. К счастью, ты пришел вовремя. Если бы ты не пришел, я не смогла бы жить. Если хочешь умереть, сейчас я исполню твои желания. Ачун. Брат Хун. Эта женщина... Эта женщина бесцежая. Она лгунья. Сегодня я убью тебя. Ачун. Не показывать ни радости, ни гнева. Ни неприязни. Ни удовольствия, ни счастья, ни печали. Таков благородный муж. Ты слишком импульсивен. Брат Хун. Я не импульсивен. Это она. Вот и все. Я этого не рисовала. Не оглядывайся. Просто пиши. Брат Хун. Не показывать ни радости, ни гнева. Вот каким должен быть благородный муж. Не будь слишком импульсивным. Ты девушка, а сама все время рисуешь такое. Это неподобающе. Придется попросить наставницу Шем преподать тебе урок. Сегодня я обещаю прекратить писать романы. И рисовать подобные рисунки. Я написала обязательства. Зная, что я с детства глупа, не принимай это близко к сердцу. Жуань, ты должна Чуну искренне извинения. Прости, брат, я не должна зарабатывать деньги на твоем теле. Ты... Если бы Хун сегодня не заступился за тебя, я бы тебя убил. Раз ты признала свою ошибку, верни мне мою подвеску и шелковый мешочек. Когда это я брала твой шелковый мешочек и нефритовую подвеску? Это плата за твое спасение. Ты негодяйка. Если настаиваешь, что я должна ее тебе возместить, могу отдать заколку мужу Мцин. Или веер Суюин. Кому нужны эти вещи? Забудь, если они тебе не нужны. Смехотворно. Ты... Эх ты... Я пришел отдать тебе это. Она золотая. Знаю, ты любишь такие вещи. Я купил ее на улице. Это подарок на день рождения. Спасибо. Я поговорю с Чуном. Ладно. Ачун, не сердись. Джуань не обещала перестать рисовать. Не обращай на нее внимания. Она взяла мои вещи и отказалась их возвращать. Что для тебя так важно? Нефритовая подвеска? И шелковый мешочек. В нем моя личная печать. Будучи в плохих руках, она принесет неприятности. Личная печать и правда важна. И эта нефритовая подвеска... Нефритовая подвеска? Эта подвеска... Знак того, что мы стали названными братьями. Я должен получить ее назад. Брат Хун, где твоя подвеска? Дорога с горы ухабистая. Я боялся сломать ее, поэтому оставил ее в школе. Госпожа, секретное письмо. Мужу Нвэй велел кормилица свидетельствовать против Джувань. Размечтался. Я принес еще для господина Ибао. Внимательный. И для тебя тоже. Ты должен... Матушка? Чунэр. Я приготовила тоник в карете. Твой яд только что обезврежен. Тебе нужно восстановиться. Спасибо, матушка. Матушка, вы должны также заботиться о себе дома. Хунэр, хоть ты мне и не родное дитя, ты с детства был здесь. Я отношусь к тебе как к родному. Смотри, я приготовила это для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо, тетя. Я лишился матери в детстве. Я рос под защитой вас и главы. Я перед вами в неоплатном долгу. Пожалуйста, примите мой поклон. Хорошо. Мы семья. Это не стоит упоминания. Где Ваньер? Матушка, почему вы упомянули ее? Лучше ей жить спокойно. Она тоже моя дочь. Это личный разговор. Ваньер, иди сюда. Садись в карету. Поговорим там. Идем. Идем. Почему у меня такое чувство, что ты не хочешь меня видеть? Матушка, вы все не так поняли. Я вскоре вас покину. Мне грустно. Кстати, матушка, они оба получили подарки. А как насчет меня? Ты моя дочь. Конечно, у меня есть кое-что и для тебя. Барышня. Уверена, тебе понравится. Посмотришь, когда сядешь в карету. Но помни, кто ты. Да. Я не забуду, матушка. Иди. Да. Я пойду. Аси. Госпожа, у меня для тебя важное задание. Что это может быть за важная вещь? Что это может быть за важной вещей? Поведуха мертва Почему не хватает нескольких яиц? И сушеного винограда? Может, пробрался тот вор? Наставница, я вернулся Бауэр, ты пришел, иди сюда Помоги мне сосчитать, сколько пропало сушеного винограда Хватит есть Пойдем, пойдем Да, иду Скорее Наливать чай по часовой стрелке, значит, я прошу тебя уйти О нет Это плохо Бегу Что ты делаешь? Пересчитай еще раз Один Два Три Четыре Говори тише Я чуть не забыла, сколько насчитала Буду тише Сорок, что ли? Пять, шесть Сорок восемь Сорок девять Кстати, наставница, насчет теории внутренней силы В главе 78, финальные слова о практике ЦИ В конце концов все будет кончено, или в конце концов все придет к началу? Пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять Наставница! Что такое? Птица пролетела Ты что, раньше не видел птиц? Видел Перепуталась Наставница Я виноват Виноват Давайте я снова посчитаю за вас Раз Два Три Молодой господин Настоящая Джувань мертва Это фальшивка Как я и ожидал Она не настоящая Зачем семья Мушун Подослала ее ко мне А господин Поветуха убита Человеком с навыками мечника Из семьи Мужун И тот старый шелковый мешочек и новый шиты из одного и того же материала и вышиты Должно быть их сделал один человек Внутри и правда что-то есть Неудивительно, что я не знала, кто ты есть все эти годы Так у тебя есть брат Может быть Вы двое можете раскрыть тайну моего происхождения? Это неправильно Это неправильно Почему они не складываются вместе? Выходит, одного куска не хватает Что же это за штука? Давайте-ка послушаю о вашей текущей практике Абао, начнем с тебя Наставница, после усердной работы Я научился прыгать в высоту на целый Чжан Ну, на пол Чжана Ты прыгаешь в высоту хуже кур на заднем дворе Чжан Чжан Как твое обучение? Хочешь почитать еще книгу по медитации? Наставница, я не понял, что вы имеете в виду Не беспокойся Сейчас ты не понял Значит, время не пришло Запомни сперва содержание книги Она может пригодиться тебе в будущем Да, наставница Навыки меча твоей семьи Все полагаются на силу И глава Мужун увеличил скорость меча Основываясь на этих навыках Ты узнал суть этого Простите за тупость Пожалуйста, просветите меня Может, возьмешься Тренировать Бао и Джувань в навыках меча Они очень заурядны Их обучение требует терпения Тебе придется успокоиться Если он будет учить меня владеть клинком Он меня убьет Нет, нет, нет Слушаюсь, наставница Я приложу все старания, чтобы обучить Бао и Джувань Хонер Практика фехтования требует скорости Техника семьи Фу Меч без тени стремительно, как ветер Это редкость Руководи занятиями Бао и Джувань Когда будет время Слушаюсь Джувань Тебе нужно читать больше книг Об увеличении внутренней энергии Если у тебя есть внутренняя энергия Ты можешь, по крайней мере, пугать людей Верно? Да, наставница Кстати, в девятый день следующего месяца Школа, как обычно, устраивает тренировки на выживание Помните об этом? Абао Во второй половине дня убери со двора сорняки Сорняки на дворе выше тебя Ты должен хорошо охранять дом Берегись воров Звучит как-то немного неловко Можете идти Да, наставница Джувань Твоя внутренняя энергия пока слаба Давай научу тебя владеть мечом Конечно Но у меня нет меча У меня есть старинный меч Брат Хун Джувань член семьи Мужун Ей не подобает учиться владения мечом у семьи Фу Джувань моя будущая жена Не думаешь, что ей не подобает заранее изучать наше искусство меча? Ты это слышал, брат? Мне подобает учиться мечу у семьи Фу Брат Хун Но ты и Джувань еще не женаты Может быть, ей не подобает учиться этому сейчас? Я был обеспечен А Чун, ты внимателен Джувань Учись науком фехтования у Чуна Я буду обучать тебя позже Не будет поздно Ты это слышала? Иди и учись владению клинком у меня Не мешай занятиям Хуна А Чун Почему ты так противишься моему общению Джувань? Это ты ее ко мне приблизил или все-таки нет? Это задание Можно только выполнить Провал недопустим Иначе Вы будете обезглавлены Есть Разделитесь и окружайте По отдельности Вперед Провал недопустимой Встань Ладно, если не хочешь меня учить, я пойду к Фухуну Опять та же уловка Можешь только оставаться здесь, тебе нельзя выходить Или ходить к Фухуну Такой мелочный Что ты сказала? Я сказала, ладно Не трогай Положи Не трогай это Ты мне не разрешаешь трогать ни то, ни это Теперь ты даже не разрешаешь не выпить воды? Потому что это моя комната Хорошо, это твоя комната Тогда пойду в комнату господина Фу Он ко мне не питает неприязни Я сказал Тебе не разрешается ходить к Фухуну Ум? 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 этот чай здорово хороший чай конечно ты пробовал его раньше я не богачка как я могла пить такой хороший чай где ты его купил зяняня неудивительно он куплен в городе джанянь когда разбогатею туда я тоже съезжу она и правда не имеет отношениях тянь аню